Привет, Рэпчада, это Рэпостал. Я несколько дней мучил этот обзор, а потом понял, что не хочу копаться в сэмплах и панчлайнах, том, кто на этом альбоме, как он звучит, об этом вам расскажут миллионы менее классных каналов. Я решил поговорить с вами о том, что на самом деле скрывается за всем фасадом Call Me If You Get Lost. Нет, нет, нет. Главная фраза на альбоме «Мой паспорт» – самая драгоценная вещь, потому что это альбом о путешествиях. Я не помню ни один проект, где перечисляют столько мест и название экзотической еды. Они нужны для того, чтобы показать счастливую жизнь Талера Бодлера. Или точнее, сделать вид. Бодлер не персонаж, как Игорь, а скорее состояние хвастовства дорогой жизнью. Фамилия намекает на французского поэта Шарля Бодлера, с которым Талер объединяет одна маленькая деталь. Сборник стихов Бодлера по-французски называется «Le Fleur du Mal», а бренд обуви Талера «Гольф Le Fleur». Но самое интересное, что у француза есть поэма «Путешественник», рассказывающая о том, что в путешествии человек тщетно пытается получить удовольствие, которое всегда от него ускользает. И это настоящая идея альбома. Одним из мотивов на «Флавру Бой» было одиночество, от которого Талер не мог избавиться даже с помощью больших денег. На бордом он говорил, что у него есть машины, но ему некуда ехать, и он может заказать любую еду, но не любит есть один. Прямо перед выходом «Call Me If You Get Lost» Талер выпустил тизеры, в котором он едет в поезде, пытается заказать изысканную еду из меню, а официантки сообщают, что вся эта еда закончилась. То есть он может позволить себе многое, и постоянно говорить на альбоме о том, какие у него «Тачка, блять, квартиры, срачки там, блять, яхты». Но нет того, что хотелось бы на самом деле. Удовольствие ускользает, потому что куда бы Талер ни отправился, его всегда преследует несчастливая любовь. На Игоре он был зависим от другого человека, а здесь красной нитью он ведет тему любовной интриги, которая полностью раскрывается на треке «Уиллшир». Талер влюбился в девушку своего друга, и она ответила взаимностью. Но вместо того, чтобы разобраться с этим честно, они предпочли встречаться тайно и даже тайно путешествовать вместе. Все это мы видели в тизере. Талер засасывает девушку, а потом сваливает до того, как вернется ее парень. В итоге девушка призналась, и они с Талером разорвали отношения. В этом и заключается ирония. У него есть несколько домов, машины, он может буквально позволить себе любую девушку или парня, если захочет, но не может получить ту самую. На Игоре его обманывали, а теперь обманывает он. Но в итоге остается одинаково несчастлив.